Всем привет! Сегодня в центре нашего внимания Финляндия, Турция, Эмираты. Будет еще пара важных анонсов. В общем, главное из мира зарубежной недвижимости и иммиграции за 5 минут. В последние месяцы все новости про Финляндию можно условно разделить на две категории. Цены на недвижимость падают и местные власти опять готовятся что-то запрещать. Можно тут просто подбросить монетку. Вот давайте. Решка. Говорим про цены. Орел про запреты для россиян. Подбрасываю. Решка. Цены. Они во втором квартале 2024 года снизились на 3,7% в годовом исчислении. Ну вот, собственно, и все. Давайте лучше считать, что выпал Орел. Так интереснее. Министерство обороны Финляндии закручивает гайки. В ведомстве разработали законопроект, полностью запрещающий сделки с недвижимостью для граждан России. Рассмотрение этого законопроекта запланировали на осень. Ну а причина запрета, понятно, меры безопасности. И, кстати, на прошлой неделе был любопытный случай. Финны заблокировали сделку в Сюсме. Сюсме – это примерно в 250 километрах по прямой от российской границы в районе Тампера. 61-летний бизнесмен с двойным гражданством – швейцарским и российским – хотел купить там дачу. Но при проверке всплыло, что компания-бизнесмена как-то связана с госзакупками в России. Дальнейшие детали неизвестны, да и не очень важны. Все однозначно. В случае обнаружения подобных связей, гражданину России вряд ли удастся купить недвижимость вообще где-либо на территории ЕС. Ну а ответ на вопрос, запретят или нет покупки в Суоми, и если запретят, то кому именно, будет осенью. Тут монетку можно и не подбрасывать. А теперь много цифр из Турции. Ну что поделать, если и статистика интересная, и страна у нас востребованная. Я не оговорился. По-прежнему востребованная. Граждане России уже третий год лидеры по числу сделок. В июле таковых было почти 500. Украинцы впервые в истории вторые. 171 сделка и очень заметный рост. Другие важные цифры. Доля покупателей иностранцев по-прежнему очень невелика. Менее 2%. С начала 2023 года показатели примерно такие. И, кстати, покупали в 2023 в Турции больше, чем сейчас. Правда, ненамного. 2350 сделок против 2800. В общем, то, о чем мы говорили последние месяцы постоянно, сбывается. Турция вновь становится дальней дачей. И, кстати, 500 сделок за месяц. Это куда больше, чем до 2022 года. И больше, чем даже до пандемии. Так что, смотря, что с чем сравнивать. И заранее анонсирую, в начале сентября мы проведем вебинар о недвижимости Турции и о последних изменениях, связанных с выдачей и продлением видов на жильство. В описании вы найдете еще одну ссылку на вебинар. И тоже по очень жизненной теме. В ближайший вторник мы будем говорить о северном Кипре. Там все очень интересно. Как мы рассказывали, еще в мае в непризнанной республике приняли закон, который вроде как ограничивает в возможностях новых собственников и меняет условия оформления недвижимости. Но что происходит на практике? И как действовать тем, кто только хочет купить, а главное тем, кто уже купил? Итак, 20 августа 13.00. Обсудим происходящее и наметим план действий с руководителем компании Leverage Investment Игорем Коршуновым. В нашей традиционной рубрике переносимся в бечище. Кто не знает, это Черногория, поселок рядом с Будвой. Изумрудное море, желтый песок и непростой жилой комплекс, а самый большой на всей Будванской ривьере. Вообще, черногорская недвижимость до недавнего времени не отличалась гигантоманией, но, как видим, все меняется. Впрочем, не пугайтесь, новый комплекс действительно большой, но это не небоскреб. Пять этажей, зато семь зданий. Закрытая территория, инфраструктура с размахом. Строительство закончится в 2026 году. Есть студии дешевле 100 тысяч евро, есть пентхаусы, дороже 450 тысяч. Отделка, сантехника, система «Умный дом» 800 метров от пляжа. Конкретное предложение и вообще объекты в Черногории тоже в описании. И напоследок, безумное иного слова и не подберу, цифра из Дубая. В июле на стадии котлована в Эмирате было продано более 10 тысяч юнитов. Вдумайтесь, это на 60% больше, чем в прошлом году. Как тут не сказать о перегреве рынка, но ведь эти слова произносят уже четвертый год. Конечно, инвестиционные риски при таком ошеломляющем росте никто не отменял. Все эти апартаменты через пару лет выйдут на рынок уже как готовое жилье. Но очевидно, что Эмираты привлекают не только ростом в моменте, но еще кое-чем куда более важным. Например, открытостью, реальной безопасностью и умением создать оазис в пустыне для людей с возможностями. Люди эти и разгоняют рынок. На этом все. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. А вот так на экране мы встретимся через неделю. Всем мира и безопасности.